Дмитрий не прячет глаза и не боится телекамер. Да, так в жизни бывает, человек отступился и в результате за плечами места лишения свободы. Главное, что сегодня есть большое желание начать все с чистого листа и исправить свою жизнь. А от суммы и от тюрьмы, как говорится, не зарекайся. Но сделать это не так-то просто. На работу нигде не берут, хотя во время отбывания срока освоил несколько профессий. Осужденным трудно устроиться на работу сейчас, не берут из-за того, что просто судим человек. А на самом деле там получили профессию, ну как бы и сварщик, и четвертого разряда электрики, и швейщики. И невозможно найти просто работу. В центре занятости дают направление на работу, а на самом предприятии просто приходишь и просто пишут, не прошел конкурс на работу, даже не предоставив какой-то конкурс. Хочется обратиться, чтобы помогли с работой. Хочется работать, уже хочется встать на путь исправления, не лествовать и всякие плохие истории. В такой критической ситуации оказываются практически все, кто покинул казенные стены. Обрезка отделения Красного Креста не впервые оказывает посильную помощь людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Вот и сейчас 50 продуктово-гигиенических комплектов ждут своих хозяев. В одном пакете продукты питания, в другом – гигиенические принадлежности и защитные маски. В данный момент, вот в январе месяце, проходит акция по оказанию помощи лицам и вернувшимся из мест лишений свободы. Оказывается, это помощь продуктами питания, предметами гигиены. В рамках проекта Белорусского общества Красного Креста «Беларусь. Меры по реагированию на вспышку ковид». Мы постоянно оказываем помощь. Только они вернулись, и кто нуждается в этом, правоохранительные органы сразу же направляют к нам, и мы оказываем и продуктами питания, и вещевой помощью. Это очень важная поддержка, так как я сейчас на данный момент не работаю, как бы ниоткуда, ну, брать продукты, как бы взрослый уже человек, матери, ну, тоже просить, как бы уже, ну, стыдно. Конечно, большое спасибо за то, что помогли вот этими, хотя бы, ну, принадлежность гигиены, там, и продуктами. Спасибо большое. Конечно, разовая поддержка не решит всех проблем. Однако человек поймет, что его судьба небезразлична. И кто знает, может именно эта небольшая помощь удержит кого-то от больших необдуманных поступков.